В течение двух дней активистов ТОСовского движения Бурятии готовили к государственной регистрации и обучали писать социальные проекты для участия в конкурсах и грантах. Семинар проводили региональный информационно-правовой центр и институт дополнительного образования БГСХ при поддержке администрации главы и правительства Бурятии. Организаторы уверяют, зарегистрировавшись в качестве юрлица, ТОСы получат довольно широкий спектр возможностей. Сегодня они просто как общественное формирование, без статуса, без регистрации, без расчетного счета. Как раз на этом семинаре мы объясняем, какие есть варианты, как они будут работать как общественная организация, какие плюсы и минусы. Реализовать свои грандиозные планы здесь хотят все, но не имеют на это необходимых средств. Придя на этот семинар, руководители ТОСов надеются получить опыт работы в качестве некоммерческой организации. Мы хотим жить в хорошем, красивом поселке, благоустроенном, нарядном, с европейскими стандартами. Большинство средств мы привлекли спонсоров. Ну и также мы собирали по квартирным, по домам от жителей ТОСа. И то есть в основном мы все это на собственной инициативе, на собственных знакомствах. Но теперь мы понимаем, что в нашем поселении средства ограничены, и нам уже денег никто не даст. Нам нужно выходить на федеральные какие-то программы, республиканские программы, где мы можем напрямую получать средства. Наряду со всеми плюсами есть и некоторые отрицательные моменты. Например, в качестве юрлица руководители ТОСов будут обязаны платить налоги, сдавать необходимые отчеты и нести определенную ответственность за невыполнение своих проектов. Но, как отмечают организаторы семинара, регистрация даст ТОСовскому движению новый импульс развития. В перспективе общественные самоуправления смогут оказывать платные услуги населению и выполнять социальные заказы для органов государственной власти. Руслан Батуев, Вячеслав Сердюченко, Новости дня.